Нефтяная сага 2 уже в прокате. Обыски объектов компании БРСМ Нефть продолжаются. Что ищет генпрокуратура и как прокомментировали действия правоохранителей представители сети, выясняли наши корреспонденты. 41 заправка, 4 офисных помещения и 3 нефтебазы. Ровно столько объектов компании БРСМ Нафта уже арестовали. Вчера на своей странице в Фейсбуке об этом писал генпрокурор. По словам Юрия Луценко, обыски проводили по делу о неуплате миллиарда гривен налогов. В подальшому мы плануем передать это манно на ответственное сбережение Минэнерго. И сами обыски, и возможную передачу имущества государству представители сети называют незаконной. Говорят, о каком миллиарде идет речь, не понимают. Той миллиард, про который говорит пан Луценко в своем посте, то в межах криминального проведения, в межах которого произошли вчера все события, даже не было податковой проверки. Не было вынесено никакого выяснения податковой, в виде податковых поведомлений, в межах этого криминального проведения. То есть, где эта цифра? Напомню, скандалы вокруг БРСМ «Нафта» начались больше года назад. 10 июня на складах под Васильковым возник крупнейший пожар. Погибли 6 человек. Силовики тогда сообщили, хранилище построили без разрешительных документов, а изготавливали там контрафактные нефтепродукты. О фальсификате идет речь и в эксклюзивных материалах дела, которое предоставил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Там говорится, что продавая такую продукцию, руководство компании недоплатило в госказну 200 миллионов гривен. И это по меньшей мере. Наливайченко действия генпрокурора одобряет и утверждает, процветать эта фирма не могла без серьезной поддержки. Кроме того, в документах указано, кто в итоге стоит за компанией БРСМ «Нафта». Через целый ряд офшорных структур цепочка ведет к бывшему главе Минэнерго. Беглый Эдуард Ставицкий и является одним из конечных бенефициаров компании. Напомню, он входил в семью Януковича. Кресло министра получил в 2012 году. А после Майдана бежал из Украины и в мае его задержали в Израиле. При обыске изъяли 400 тысяч долларов, 200 тысяч евро и его драгоценности. Что касается дела о пожаре на нефтебазе, сейчас Наливайченко настаивает возобновить производство по статье «Экоцид». Семьи погибших при пожаре спасателей до сих пор не признали потерпевшими. И всем им мае бути відшкодовано. С тех офшорів, я демонструю сьогодні в эфире вашего телеканалу, з офшорів Беліз и інші африканські юрисдикції, які є офшорними, тими злочинцями, які крешували у владі цей злочинный бизнес, з цих офшорів мае бути повернуті гроші и відшкодовані людям. Що нашли при обысках і якова судьба арестованного імущества, сьогодні узнать не вдалося. Ми відправили запроси в Генпрокуратуру і фискальну службу. Ждем відповідь, так же, як ждем і від представників БРСМ нафтофамилий, тих, хто, по їх мнению, пытається захватити частний бізнес. Оксана Григорьева, Леонита Борин, подробності, телеканал «Интер».